Сила есть, ума не надо. В нашей программе мы докажем, что к спорту эта фраза не имеет никакого отношения, ведь спорт это дело умных. Всем привет! Меня зовут Геннадий Войтович. В эфире интеллектуально-спортивное шоу «Игра головой». Для них крупное соревнование – это прежде всего рабочая площадка. С нами играют журналисты спортивного портала «Спорт 5 Пиуай». Знакомимся с участниками. Иван Пранович. Футбол, борьба, настольный теннис. Перепробовал разные виды спорта, но в итоге остановился на спортивной журналистике. Специализируется на игре номер один. Больших планов на будущее не строит, но сделает все возможное, чтобы максимально реализоваться в этой профессии. Андрей Григорианс. За плечами сотни репортажей, сюжетов и комментариев, в том числе интервью с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Однажды провел в прямом эфире почти 8 часов, комментируя хоккейный матч, однако после этого полюбил свою работу еще больше, ведь это не просто профессия, это еще и хобби. И Илья Миронов. Спортивная журналистика с 10 класса. Ради хорошего материала готов на все. Однажды, чтобы взять интервью, пришлось пробираться через густой лес и переходить реку в брод. Любимые виды спорта – футбол и хоккей. Увлекаются также историей иностранными языками и коллекционированием флагов. Здравствуйте, друзья! Одна из задач вашей профессии – это общаться с людьми, брать интервью и задавать вопросы. Но сегодня все будет наоборот. Вы будете не задавать вопросы, а наоборот отвечать на них. Как считаете, что будет самым сложным в рамках сегодняшней встречи? Илья? Самым сложным в рамках сегодняшней встречи будет вовремя вспомнить какие-то факты, которые, возможно, я знаю. Может, из-за волнения что-то может перетусоваться и прочее у меня в голове. Поэтому самым сложным будет вовремя вспомнить и ответить быстрее остальные. Ну, знаете, в играх комментаторов или спортивных журналистов всегда присутствует такой повышенный градус ответственности, потому что вроде как вы должны разбираться в спорте в силу своей профессии. Среди с этим, как справиться с этим вот предстартовым волнением и вообще присутствует ли оно? Андрей? Да, ну, конечно, волнение присутствует, но здесь, как в эфире, как в матче со стартовым свистком, который ты, Ген, нам дашь, оно должно уйти, и все. Ну что ж, пусть будет так. Иван, какие у тебя ожидания от игры и что пожелаешь своим соперникам? У меня ожидания только хорошие. Я надеюсь победить, но при этом не буду расстраиваться, если проиграю. Единственное, что я хочу сказать, это будет сложно совладать с волнением, потому что это моя первая игра на камеру, так сказать. Ну что ж, друзья, я желаю всем вам удачи, пусть победит сильнейшая. Я напоминаю, что впереди нас ждет 4 периода игры, в ходе которых я буду задавать вам разные вопросы из мира спорта. За правильные ответы будете зарабатывать баллы, за неправильные ответы будете баллы терять. Также следим за спортивной дисциплиной. Желтая карточка – это устное предупреждение, красная карточка – это минус 5 баллов. Ну что ж, мы готовы играть с головой. Переходим к первому периоду. Главный судья задает вопросы, связанные со спортом. Отвечает игрок, который быстрее остальных зажжет лампу на своем игровом стенде. В спорных ситуациях участники вправе заявить протест, а главный судья прибегнуть к видеоповтору. Правильный ответ – 5 баллов. Неправильный ответ – минус 5 баллов. Период длится 4 минуты. Какую страну представляет футбольный клуб, название которого буквально переводится как «молодые парни»? Илья. Швейцария, Young Boys, Bern. Абсолютно верно. Это Швейцария, клуб Young Boys. Продолжаем. Где пройдут третьи игры стран СНГ? Снова Илья. Азербайджан. Азербайджан, 2025 год. Это правильный ответ. Назовите теннисистку, которая выиграла Астралин Опен в 2023 году. Илья. Арина Соболенко. Илья, дай другим поиграть. Это правильный ответ. Абсолютно верно. Расшифруйте популярную в мире спорта англоязычную аббревиатуру «ГОТ». Андрей. ГОТ – козел в английский. Greatest of the all time. Да. Расшифруйте. Greatest of the all time. Это такой спортивный каламбур, дословный перевод «козел». Готом в современном мире футбола называют Лионеля Месси. Это правильный ответ. Поздравляю с первыми баллами. Продолжаем. Какой английский клуб впервые за 14 лет не попал в Еврокубки по итогам сезона 22-23? Илья. Пас. Английский клуб. Ну, Илья уже отвечает. Ну, пускай это будет «Челси». Это неправильный ответ. Андрей. Тоттенхэм. Тоттенхэм. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Заняли лишь восьмое место в сезоне. Вот в том самом сезоне 22-23. Ранее олимпийские и паралимпийские игры проводились в разных местах. Какой из этих турниров в 1980-м году прошел в нидерландском Арнаме? Андрей. Паралимпийские игры. Абсолютно верно. 1980-х олимпиада в Москве. Да, все знаем. Поэтому методом исключения. Правильный ответ. Паралимпийские игры. Испания, Португалия или Бразилия. В какой стране нет футбольного клуба Барселона? Андрей. Португалия. Абсолютно верно. Правильный ответ. Португалия. Продолжите цитату экс-игрока сборной Франции по футболу Эрика Кантана. Не важно, кто против тебя, если ты... Андрей. Если ты Эрик Кантана? Нет. Это неверно. Это в стиле, но. Илья. Ну, предположу, если ты лучше. Если ты лучше, конечно. А вот это правильный ответ. Какой город в чемпионате Белоруссии по баскетболу среди женских команд представляет клуб «Олимпия»? Илья. Гродно. Гродно. Это правильно. Самый титулованный клуб Республики Беларусь на счету 8 чемпионских титулов. Иван, мы ждем, пока ты проснешься. Да. Кто из немецких нападающих получил прозвище «бомбардир нации»? Андрей. Герт Мюллер. Абсолютно верно. Герт Мюллер. 365 голов в чемпионате Германии. И пока это рекорд. Французская, испанская или английская. Как раньше называлась греко-римская борьба? Илья. Французская. Французская. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Возрожденный вид греко-римской борьбы сформировался именно во Франции. Девиз этой спортивной организации «Сила в движении». Илья. Олимпийское движение. Нет, это неправильный ответ. Речь про спортивную организацию. Девиз которой «Сила в движении». Вот, пожалуй, первый затруднительный момент в сегодняшней игре для наших участников. А правильный ответ – общество «Динамо». Спортивное общество «Динамо» создано в 1923 году. Как называется главная арена белорусского баскетбола 3 на 3? Илья. Полово-арена. Полово-арена. Вот здесь все верно. В этом городе состоится финал чемпионата Европы по футболу 2024. Андрей. Берлин. Берлин. Абсолютно верно. Финал состоится на стадионе Олимпийский. Время нашего периода подошло к концу. Давайте подведем его итоги. Как видим, ребята бодро ринулись в бой все, кроме Ивана. Вань, ну как-то вот первый период не задался. Что не так? Почему так получилось? Ну потому что я волнуюсь. Вот. Я знал ответы почти на все вопросы, но не успевал нажимать на кнопку. Вот. Мои товарищи были быстрее. Берем себя в руки и исправляем ситуацию во втором периоде. Договорились? Договорились. Супер. Ребят, ну по вам вообще никаких вопросов. Все здорово, все бодренько. Да, были неправильные ответы, но, как говорится, кто не ошибается, тот ничего не делает. Поэтому желаю в таком же духе пройти всю игру. Ну а нам ничего не остается, кроме как переходить ко второму периоду. Игроки выбирают тему вопроса из предложенного списка. Кроме того, у каждого участника есть несколько карт, с помощью которых можно получить право отвечать на вопрос первым. Временно отстранить соперника от игры или поменять выбранную тему. Отвечает игрок, который быстрее остальных зажжет лампу на своем игровом стенде. Правильный ответ – 5 баллов. Неправильный ответ – минус 5 баллов. Период длится 5 минут. Второй период, друзья, тема перед вами. Начинаем с Ильи. Тема? Хоккей. Тема хоккей. Барановичи, Орша или Сморгонь? Какой город никогда не был представлен в хоккейной экстралиге? Илья? Орша, Сморгонь. Это правильный ответ. Сморгонь, все верно. В Барановичах есть авиатор. Изначально Баранович этот клуб назывался. Играл в экстралиге в сезоне 18-19. Оршу представляет клуб «Локомотив». Андрей, тема? Олимпиада. Тема Олимпиада. Меняй тему, не нравится она. Беларусь. Илья? Тема Беларусь. Внимание! На вторых играх страны СНГ мужская сборная Беларуси разгромила Армению со счетом 66-1. О каком виде спорта речь? Илья? Баскетбол. Это неправильный ответ. Андрей? Гадбол. Это неправильный ответ. Иван? Пусть это будет стрельба из лука. Это тоже неправильный ответ. Нужно еще раз. Хоккей на траве. Друзья мои, хоккей на траве. И благодаря этой победе в том числе наша сборная, как мужская, так и женская, выиграли вторые игры стран СНГ. Неожиданно для меня начинается второй период, но тем не менее, Иван, тема? Олимпиада. Тема Олимпиада. Советская спортсменка Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница серебряного ордена Международного олимпийского комитета и медали Пьера де Купертена. Какой вид спорта она представляла? Илья? Гимнастика. Неправильно. К сожалению для тебя Елена Белова представляла не гимнастику. А представляла она фехтование. Единственная олимпийская чемпионка среди женщин в индивидуальном виде в истории советского фехтования. Почетная гражданка города Минска. Илья, тема? Спорт и кино. Меняем тему. Не нравится она Андрею. Беларусь. Немножко с запозданием, но принимается. Тема Беларусь. В каком городе спортивно-культурный фестиваль в итоге завершил сезон 2023? Илья? Борисов. Борисов. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Андрей? Футбол. Футбол и я первый. Отдохни. Если Андрею, то, к сожалению, не сработает, потому что он поднял первым свою карточку. Назовите популярный аргентинский клуб, который имеет наибольшее количество звезд на своей эмблеме во всем мировом футболе. Аргентинский клуб. Здесь два варианта. Но давай остановимся на Бока Хуниорс. Бока Хуниорс. Абсолютно верно. С 1970 года они наносят звезду за каждый более или менее значимый трофей, выигранный как на национальном уровне, так и на международном. Продолжаем. Иван, если я не ошибаюсь, сейчас выбирает тему. Футбол. Футбол и я первый. Отдохни. Илья. А Иван все равно первый. Если он неправильно ответит, я буду вторым, правильно? Согласен. Вот это тактика в действии. Все верно. Без клубов из какой страны, начиная с 2020 года, не обходится суперкубок УЕФА? Страна. Испания. Без испанских клубов это правильный ответ. И 5 баллов в копилку. Продолжаем. Илья. Олимпиада. Конный спорт на Олимпийских играх 2024 пройдет у бывшей резиденции французских королей. Как она называется? Вот сейчас было довольно сложно. Давайте посмотрим видеоповтор. Однозначно сложный эпизод, но мне кажется, что чуть-чуть впервые был все-таки Андрей. Андрей, твой ответ? Ответ Версаль. Абсолютно верно. Правильный ответ Версаль. Там же, к слову, пройдут соревнования по гольфу и велогонке. Андрей, тема? Хоккей. Тема хоккей. Противостояние каких команд в КХЛ получило название «Кошачье дерби»? Илья. Акбарс Борис. Борис Акбарс. Абсолютно верно. На эмблемах обоих клубов изображен снежный барс. Иван, тема? Тема футбол. Отдохни, кто отдыхает? Андрей. Какой белорусский футбольный клуб пропустил больше всего голов еврокубковой кампании 23-24? Иван. Батэ. Батэ. Абсолютно верно. Это правильный ответ. 23 гола за 8 поединков. Вот такая вот неутешительная статистика. А время второго периода тем временем подошло к концу. Давайте подводить итоги. У нас намечается очень плотное противостояние между Ильей и Андреем. Илья, ну вот никак не удается оторваться от своего преследователя. Чего не хватает? Как нужно сыграть, чтобы все-таки вырваться в единоличные лидеры? Ну, не хватает местами какой-то собранности, потому что вроде нажимаешь на кнопку, но при этом ответ все равно даешь неправильный. Нужно ближе к финалу немного успокоиться для того, чтобы добиться нужного результата, я так считаю. Отмечаем первые очки Ивана в этом периоде. Иван, мы тебя с этим поздравляем. Спасибо. Как тебе вот второй отрезок игры? Ну, я очень доволен тем, что удалось сохранить разницу. Все-таки не оторвались от меня конкуренты. Вот. И сейчас немножечко волнение утихло, и я буду продолжать набирать очки. Чего мы тебе и желаем. Мы же переходим к третьему периоду. Каждый участник играет отдельно, то есть один на один с главным судьей. Тип задания выбирает сам игрок из предложенного списка. Правильный ответ – пять баллов. Неправильный ответ – минус пять баллов. При этом участник может трижды пропустить вопрос без потери очков. Период длится две с половиной минуты. Начинаем третий период. И первым на старт выходит Илья. Илья, в начале программы я вспоминал случай, когда ради интервью тебе приходилось пробираться сквозь густой лес, речку и так далее. Немного подробнее про эту историю. Это было мое первое интервью с главным тренером Нафтана Альбертом Владимировичем Рыбаком. По сути, первая такая серьезная командировка. Я волновался, но поехал туда не один. До самой базы клуба и города Новополоцка расстояние достаточно большое. Полчаса пешком мы решили так немного прогуляться. Пришлось идти через густой лес, такую речку. Но пришлось как бы немножко походить по воде, но мы нашли мелководье. Главное, что все хорошо закончилось. Интервью получилось удачным, да, я так полагаю? Да, да, все верно. Супер. Ну, надеюсь, что и наша игра будет для тебя удачной. Илья, у нас есть три варианта на выбор. Это кто круче, герой спорта и третий лишний. Во что играем? Кто круче. Играем в «Кто круче?» Перед вами два изображения. Чтобы ответить на вопрос, нужно всего лишь выбрать одно из них. В первом блоке сравнения у нас Криштиану Роналду в «Аль Нассер» и Лионель Месси в «Интер Майами». Поехали. Звездные футболисты в их новых клубах. Кто из этих футболистов забил мяч в дебютном официальном матче за клуб? Месси. Лионель Месси – это абсолютно верно. Победный мяч ворота Круса Асуль. Но Роналду свой дебютный матч провел без гола. Продолжаем. Следующий вопрос. Презентация какого из этих игроков собрала большее количество зрителей на стадионе? Роналду. Роналду. Около 30 тысяч пришло посмотреть на португальскую звезду против 18 на Лионель Месси. Кому из них понадобилось меньше времени, чтобы выиграть свой первый трофей в составе нового клуба? Месси. Месси. Абсолютно верно. Роналду выиграл свой первый трофей 12 августа. Месси на 8 дней позже. Но при этом Месси понадобилось меньше времени. Это верно. У кого из них была выше трансферная стоимость на момент перехода в новый клуб по мнению авторитетного ресурса «Трансфермаркт»? Месси. Месси. Все верно. Месси 35 миллионов против Роналду 20 миллионов. У кого из этих футболистов раньше закончится действующий контракт с текущим клубом? Роналду. Роналду. Лето 2025 года. Месси. До конца 2025 года. Абсолютно верно. Идем пока без промаха. Отличный результат. От футбола переходим к теннису. Противостояние. Новак Джокович против Карлос Алькарас. Поехали. Кто из этих теннисистов стал первой ракеткой мира в более раннем возрасте? Алькарас. Абсолютно верно. Он стал лучшей ракеткой оппоненты в 19 лет, пока это рекорд ATP. У кого из них лучшая статистика в парном разряде? Джокович. А вот здесь неправильно. У Серба в парном разряде, к сожалению, практически ничего не получается. 62 победы и 78 поражений. Лишь один титул. Карлос Алькарас пока мало выступает в парном разряде, но статистика у него явно лучше. Первый промах. Едем дальше. Кто из них выше ростом? Джокович. Абсолютно верно. 188 сантиметров Джокович и 183 испанец. Кто из них был награжден высшей наградой своей страны? Джокович. Джокович в 2012 году награжден высшей наградой Сербии орденом звезды Кара Георгия первой степени. У кого из этих теннисистов есть олимпийская медаль? Пропускаем. Время нашего периода подошло к концу. Мы можем либо закончить игру, пропустив вопрос, либо можем рискнуть. Поэтому я хочу еще раз услышать твое решение. Пускай тогда... Ну, рискнем. Пускай это будет Алькарас. К сожалению, это неправильный ответ. Правильный ответ Джокович. В силу возраста испанец еще не участвовал на Олимпийских играх. А вот Джокович в 2008 году сумел завоевать бронзовую медаль. Ну, несмотря на два, если я не ошибаюсь, неправильных ответа, мне кажется, что дистанцию третьего периода прошли очень уверенно. Твоя оценка? В принципе, доволен тем, как прошел, но вот эти два промаха... Надо попытаться закрыть их в следующем раунде. Продолжаем третий период. Очередь дошла до Андрея. Андрей, вот тот самый случай, когда ты почти 8 часов подряд комментировал хоккейный матч. Что это за история и, ну, я не знаю, твои впечатления от столь необычного опыта? Это было пару лет назад в плей-офф экстралигии, но, как мы все прекрасно знаем, плей-офф, матч идет до первой заброшенной шаймы. И вот так Гомель с Неманом забрасывали ее почти в 8 периодов. И получилось, да, действительно, 8 часов эфира. И даже подсчитал я потом так, ну, в качестве интереса, да, там около 20 тысяч слов сказал за 8 часов. Вот такая история. Да, статистика, конечно, очень интересная, история классная. Ну что ж, переходим к нашей игре. У нас осталось два варианта. Герои спорта и третий лишний. Во что играем? Играем в герои спорта. Играем в герои спорта. Герои спорта. Отгадайте, в честь какого великого спортсмена установлен памятник на картинке. Пропускаем. Пропускаем. Это Денис Беркам. Нидерландский футболист. Бронзовый памятник установлен в 2014 году у домашней арены клуба «Арсенал». Там, кстати, была подсказочка. «Арсенал» – эмблема на стадионе на заднем флане. Идем дальше. Холлифилд. Абсолютно верно. Эвендер Холлифилд – американский боксер, бронзовый призер Олимпийских игр, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Памятник открыт в 2021 году в Атланте, США. Дальше. Кому принадлежит отпечаток руки на данной скульптуре, которая расположена у столичного дворца художественной гимнастики? Легендарная… Ольга Корбут. Художественная гимнастика. Речь про художественную гимнастику. Давай, быстренько второй вариант, или я засчитаю как неправильный ответ. Горносько. Это неправильный ответ Марина Лобач. Первая и единственная спортсменка, которая принесла советской команде олимпийское золото в художественной гимнастике. Именно ее отпечаток. Идем дальше. Карлос Вальдерама. Есть! Это правильный ответ. Колумбийский футболист дважды признавался лучшим игроком Южной Америки в 2002 году. Экс-капитану национальной сборной в его родном городе Санта-Морте посвятили 6-метровый бронзовый памятник. Дальше. Шакил Анил. Шакил Анил. Абсолютно верно. Статуя из бронзы установлена в 2017 году возле домашней арены Лос-Анджелес Лейкерс. Продолжаем. Анатолий Тарасов. Анатолий Тарасов. Это правильный ответ. Советский хоккеист и тренер под его руководством сборная СССР 9 лет подряд выигрывала на всевозможных международных турнирах. Памятник установлен в 2018 году на площадке перед ледовым спорткомплексом ЦСКА в Москве. Следующий вопрос. Эй, Себио. Абсолютно верно. Португальский футболист в дате золотого мяча. Памятник установлен в 1992 году. Следующий вопрос. Пропускаем. Пропускаем. Правильный ответ. Энди Маррей. Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Памятник установлен в Шанхае в 2011 году. И здесь игрок представлен в образе самурая. Дальше. Йохан Кройф. Есть. Это правильный ответ. Памятник открыт в 2020 году возле стадиона Аякса в Амстердаме. Дальше. Игорь Нетто. Абсолютно верно. Советский футболист. Легенда сборной СССР и московского Спартака. Статая появилась в 2022 году у трибуны ЦС стадиона Спартака, которая названа его именем. Это был последний вопрос нашей викторины, поскольку время периода закончилось. Ну вот первый вопрос, мне казалось, что должен был бы ты знать. Там просто история в том, что возле стадиона Арсенала не только Беркомпу есть памятники, а и другим футболистам, в том числе и уже опытным, скажем так, уже взрослым. Поэтому немножко смутился. Да, там есть, насколько я знаю, в том числе и памятник Анри. Ну Анри можно отличить, он там на коленях едет и немножко не похож на Денниса Беркомпа. Абсолютно верно. А вот ребята постарше могли бы быть похожи. Ну, так или иначе, я перестраховался. Это, в общем-то, мне кажется, что период получился. Ну, можно так сказать, да. Мы продолжаем третий период. Иван у нас на старте. Иван, такой стандартный вопрос для спортивного журналиста. Самое запоминающееся, запомнившееся интервью. И с кем бы, возможно, хотелось поработать в будущем? Ну, наверное, я отвечу, это Дмитрий Лебедев. Мне с ним очень понравилось общаться, так как он затрагивал очень интересные темы, которые впоследствии читатели бы очень много смотрели. Вот. На будущее, ну, хотелось бы, конечно, какую-то мировую звезду, какого-то мирового уровня спортсмена. Ну, вот, например, просто пример один. Например, Леонель Месси, Кевин Дебрюин, Криштиана Роналда. Ну, вот такие. Ну, это за гранью фантастики, но все же помечтать можно. Ну, что ж, пожелаем тебе, чтобы твоя мечта профессиональная притворилась в жизнь. Ну, и желаем тебе удачи в нашей игре, в частности, в третьем периоде. Мы с тобой играем в игру «Третий лишний». Других вариантов у нас, к сожалению, нет. Играем? Да. Играем в «Третий лишний». «Третий лишний». Найдите лишний вариант из предложенного списка. Перед вами теннисные турниры серии «Большого шлема», кроме одного. «Рланга Росс», «Вимблдон», «Кубок Дэвиса» или «Открытый чемпионат США». Какой из них лишний? Кубок Дэвиса. Кубок Дэвиса, все верно, он не относится к турнирам «Большого шлема». Это командный чемпионат мира, который разыгрывается среди мужчин. Едем дальше. Вопрос номер два. Болиды, на которых выступал Михаил Шумахер, на экране все, кроме одного. За руль какого гонщик никогда не садился? Бенетон, Уильямс, Феррари, Мерседес. Мерседес. Это неправильный ответ. После паузы в своей карьере он именно на Мерседес и гонял. А вот за Уильямс выступал его брат Ральф. Следующий вопрос. Перед вами теннисистки, которые были первыми ракетками мира, но не все они выигрывали турнир «Большого шлема». Кому так и не покорился мейджор? Каролина Плишкова, Виктория Азаренко, Эшли Барти, Наоми Осака. Кто так ни разу и не выиграл? Каролина Плишкова. Каролина Плишкова! Это правильный ответ, все верно. Она была первой ракеткой мира, но без побед на турнирах «Большого шлема». Не знаю, гадал или нет, но это был, мне кажется, сложный вопрос. Браво, едем дальше. Все эти английские клубы представляют Лондон, кроме одного. Кто лишний? Арсенал, Тоттенхэм, Челси или Астонвилла? Кто не из Лондона? Астонвилла. Астонвилла, конечно, смелее. Это клуб из Бирмингема. Продолжаем. Все эти стадионы могут принимать не только футбольные матчи, но и соревнования по легкой атлетике, кроме, естественно, одного. Кто лишний? Стадион «Спартак» в Могилеве, стадион «Центральный» в Гомеле, стадион «Динамо» в Минск или стадион «Неман» в Гродно? Ммм, стадион «Спартак». Стадион «Спартак» в Могилеве, к сожалению, это неправильный ответ. А правильный ответ – гомельский стадион является чисто футбольным. Напоминаю, мы можем пропускать. Вопросы, если мы не уверены, а мы движемся дальше. Все эти звездные канадцы выигрывали кубок Стэнли за исключением одного. Кто лишний? Джо Сакик, Джо Торнтон, Венсан Ли Кавалье или Эрик Стал? Пропускаю. Пропускаем. Правильный ответ. Джо Торнтон, увы, так и не становился победителем кубка Стэнли. Следующий вопрос. Беларусь завоевывала золотые награды на всех этих олимпийских играх, кроме одной. Какая олимпиада лишняя? Олимпиада в Ванкувере 2010, Сочи 2014, Пхенчхан или Пекин? Речь именно про золотые медали. Пекин. Абсолютно верно. Пекин 2022. На той олимпиаде у нас две серебряные награды, биатлон и фристайл. Продолжаем. Следующий вопрос. Все эти спринтеры обновляли рекорд мира на стометровке, кроме одного. Кто лишний? Майкл Джонсон, Моррис Грин, Асафа Пауэлл или Усейн Болт? Пропускаю. Пропускаем. Майкл Джонсон был величайшим бегном, но он специализировался на дистанциях 200 и 400 метров, поэтому, естественно, на стометровке рекорд мира он не устанавливал. Едем дальше. Это логотипы легендарных клубов по разным видам спорта из Нью-Йорка. Все они становились чемпионами в своих лигах, кроме одного. Кто лишний? Нец, баскетбол, Джайанс, американский футбол, Янкис, бейсбол или Айлендерс, хоккей? Айлендерс, хоккей. К сожалению, это неправильный ответ, а правильный ответ – Бруклин Нец. У него в активе два финала NBA, но пока без побед. Бруклин Нец, NBA, баскетбол. Иван, время нашего периода подошло к концу. Ну вот лично мое мнение, возможно, это самая сложная игра в третьем периоде, тебе досталось. Как ты считаешь? Да, это правда. Думаю, что на вопросы из первого я бы ответил почти на все. Но вообще мне очень повезло, что я уже дошел до такой стадии, до третьего периода. Надеюсь, что в финале не подведу. В целом, все участники, на мой взгляд, блестяще справились с третьим периодом. Давайте посмотрим общие цифры. Как видим, с самого первого периода Илья и Андрей идут, как говорится, нога в ногу. Но победитель будет только один. Его имя мы узнаем в четвертом периоде. К нему и переходим. Четвертый период, друзья. Кульминация нашей игры. Совсем скоро мы узнаем, кто же станет чемпионом. Илья или Андрей. Андрей или Илья. Друзья мои, в этом периоде мы будем ходить в следующей последовательности. Собственно, как вы и стоите. Илья, Андрей и Иван. Правда, Иван вступит в игру не сразу. По правилам, за каждые 10 очков преимущества участник имеет право на дополнительный ход. И это значит, что в первых аж пяти турах будут играть только Илья и Андрей. Ну, дай бог, что Ивана в четвертом периоде мы тоже услышим. Друзья, удачи. Давайте начинать. Илья, сложность вопроса. Сложность вопроса два. Какой белорусский клуб первым из отечественных команд участвовал в розыгрыше Кубка Европейских Чемпионов? Динамо Минск. Динамо Минск. Это правильный ответ. Два шага вперед. Это случилось осенью 1983 года. В Кубке Чемпионов 83-84 минчане сыграли с швейцарским Грасс Хоппером. Андрей. Сложность вопроса два. Два. На каком спортивном объекте прошла церемония открытия вторых игр стран СНГ? Минская арена. Минская арена. 4 августа 2023 года. Два шага вперед. Первый круг позади. Илья. Начинаем второй. Все так же. Сложность вопроса два. Кто из российских теннисисток выиграл больше всего титулов большого шлема? Больше всего турниров большого шлема? Александрова. Это неправильный ответ. Мария Шарапова. Мария Шарапова. Россиянка становилась победительницей пять раз. Андрей. Два. Какой европейский футбольный чемпионат называется Эри Дивизи? Чемпионат Голландии. Нидерланды. Все верно. Два шага вперед. Илья. Все так же два. Двоечка. Пробуем. В сезоне 2023. В высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу из областных центров не представлен Могилев и еще один город. Назовите его. Витебск. Витебск. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Отправился в первую лигу по итогам минувшего чемпионата. Андрей. Как ты думаешь? Два. Два. Сколько всего белорусских городов приняли соревнования вторых игр страны СНГ? Вот опять тебе попался вопрос про игры страны СНГ. Сколько белорусских городов? Сколько белорусских городов? Ну, давай скажем шесть. Десять. К сожалению. К сожалению. Все областные центры плюс Жлобин, Молодечно, Орша и Солигорск. Илья. Два. Назовите известного тренера, который перед матчем Россия-Голландия на Евро 2008 сказал, я хочу завтра проснуться изменником родины. Гусхидинг. Гусхидинг. Тренер сборной России. Это правильный ответ. Продолжаем, Андрей. Два. Какой клуб стал чемпионом NBA в 2023 году? Сезон 22-23. Денвер Наггетс. Денвер Наггетс. Абсолютно верно. В финальной серии против Майами Хит была одержана победа со счетом 4-1 в серии. Два шага вперед. Напряженная борьба. Илья. Два балла. Одно из первых его названий – ось Аполлона. О каком спортивном снаряде идет речь? Ось Аполлона. Спортивный снаряд. Пускай будет гимнастический шар. Илья. Ось. Речь про штангу. К сожалению. Андрей. Два. В сентябре 2022 года на Минском стадионе «Динамо» прошел фестиваль «Овиан Шоу». Какой вид спорта был представлен на мероприятии? Ну, давай, скажем, танцы. Бальные танцы. Смешанное единоборство. Это был турнир по ММА. Ну, вот никто из наших двух лидеров не хочет, скажем так, отрываться от своего соперника, сохраняя интригу, ну, прям до последних секунд. Друзья мои, пять кругов пролетели незаметно. Мы приступаем к шестому кругу, на котором к нам, наконец-таки, присоединится Иван. Но это будет позднее. Начинаем с Ильи. Два балла. С каким клубом сражается ПСЖ в рамках французского футбольного «Ле Классико»? Олимпик Марсель. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Андрей. Вторая сложность вопроса. Бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики и игры под музыку. Капоэра. Капоэра, абсолютно верно. Два шага вперед. Ну что ж, Иван, добро пожаловать в четвертый период. Вопрос на три балла. Ну что ж, пробуем, так сказать, хлопнуть дверью в четвертом периоде. Поехали. Назови, пожалуйста, первого президента Международного Олимпийского комитета, который ранее становился олимпийским чемпионом. Ну, пускай будет Томас Бах. Это правильный ответ. Томас Бах. Олимпийские игры 1976 года. Золото в фехтовании. Все получилось. Три шага вперед. Ну а мы, в свою очередь, все ближе и ближе к финишу. Страсти накаляются. Илья, сколько? Два балла. Какой немецкий футбольный клуб носит прозвище Аспириновое? Байер Ливеркузен. Ливеркузенский Байер. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Два шага вперед. Таким образом, именно Илья первым доходит до финиша четвертого периода. Но вместе с тем, дорогие друзья, наша игра на этом не заканчивается. Дело в том, что на протяжении всей игры Илья и Андрей шли буквально, как говорится, шаг за шагом. Они даже совершили одинаковое количество ошибок в четвертом периоде. Поэтому я считаю абсолютно справедливым дать Андрею, скажем так, право на последнее слово. Андрей, вопрос на два балла. Внимание. Какой клуб стал обладателем Кубка России по футболу в сезоне 22-23? Московский ЦСКА. В серии пенальти ЦСКА обыграл Краснодар и стал победителем. Это правильный ответ. Два шага вперед. Дорогие друзья, впервые в истории нашего проекта у нас два победителя. У нас сегодня получилась знатная спортивная битва. Наши журналисты с сайта спорт5BY показали очень крепкие знания в сфере спорта. И впервые в истории нашего проекта у нас два победителя. Встречаем чемпионов Илья Миронов и Андрей Григорианц. Ребята, поздравляю с заслуженной победой. Но все-таки как так получилось, что на протяжении всей игры вышли буквально один в один. Мы просто очень много времени проводим на работе вместе со всеми ребятами. Поэтому и здесь решили так же проводить его. Синхронизировать, скажем так. Командная работа в действии. Илья, что можешь сказать по игре? Это просто невероятная игра. Ничего подобного и близко я не видел. Чтобы настолько ровно, настолько до последней минуты шла борьба. Ну и результат закономерный. На Олимпиаде за одинаковые показатели дают золотые медали. Поэтому и здесь тоже Андрей не меньше заслуживал, а то и больше заслуживал победы. Я скажу так, что каждый из вас проявил себя с лучшей стороны. И каждый действительно заслуживает быть чемпионом нашей игры. Ребят, я вас еще раз поздравляю с победой. И эти подарки от нашего партнера для вас. Друзья, второй сезон развлекательного и экстремального телешоу «Герои» вышел на новый уровень. Теперь он включает юношеское шоу «Герои», в котором участвуют команды из Беларуси, России, Узбекистана и Словакии. И взрослое экстремальное шоу «Герои. Перезагрузка», где за победу будут бороться представители индустрии шоу-бизнеса, телевидения, сферы культуры и спорта. Ведущими проекта станут комментатор телеканала «Беларусь-5» Анна Любенкова, Дарья Лукашенко, оплатившая виртуальный персонаж Юсту, и известный российский спортивный комментатор Виктор Гусев. Шоу, как и раньше, включает четыре этапа, символизирующих воду, воздух, огонь и землю, а также главное испытание «Башня героев». На каждом этапе участникам необходимо собрать кристаллы, проявив не только силу и выносливость, но и смекалку. Не пропустите захватывающий и волнительный проект «Герои». Смотрите на телеканале «Беларусь-1» каждое воскресенье. На этом наша программа подходит к концу. Меня зовут Геннадий Войтович, вы смотрели интеллектуально-спортивное шоу «Игра головой». Прокачивайте не только свое тело, но и мозг.